В эфире главные новости Выборг. Это программа «Город. Новости по-выборгски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Борьба с суррогатным алкоголем продолжается. О работе в этом направлении рассказал в Выборгский городской прокурор. Заслуженные награды, ежегодная церемония чествования участников конкурсов педагогического мастерства состоялась в Выборгской гимназии. Четвероногим друзьям привезли подарки. Участницы конкурса «Мисс Зимняя краса-2017» побывали в собачьем приюте. Тема суррогатного алкоголя сегодня одна из наиболее актуальных в России. В связи с ситуацией в Иркутске, где от отравления парфюмерным средством боярышника и водкой скончались более 70 человек, масштабные проверки точек, реализующих спиртосодержащую продукцию, проходят по всей стране. Этот вопрос обсуждался и на пресс-конференции Выборгского городского прокурора Василия Шилина. В уходящем году сотрудниками ведомства проведено 10 проверок в местах продажи горячительных напитков. По их результатам заведено 10 административных дел. На виновных лиц наложены штрафы на общую сумму около 100 тысяч рублей. В одном случае решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя, имеющего магазин в Калининском микрорайоне Выборга. Не исключено, что на бутылках с алкоголем, которые здесь продавались, были поддельные акцизные марки. Продукция, возможно, представляющая опасность для жизни и здоровья, была изъята из павильона только после вмешательства прокуратуры. Хотя такое же право сделать это имели полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, сказал Василий Шилин. К сожалению, в этой части мы пока не можем признать их работу достаточной. В частности, тому же предпринимателю, у которого прокуратурой изымалась потенциально опасная алкогольная продукция. Органы полиции ранее ему же вернули такой же алкоголь, изъятый в рамках ими проведенной проверки. И это несмотря на возможность его конфискации при назначении административного наказания. Василий Шилин отметил также возросшее число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В этом году в Выборгском районе их зарегистрировано 225, на 63 больше, чем за такой же период 2015-го. Кроме того, в ходе пресс-конференции городской прокурор пообещал разобраться с жалобой, поступившей в нашу редакцию от жителей дома номер 10 на улице Судостроительной. По их словам, с минувшего лета в доме практически отсутствует водоснабжение. Об этом они писали в районную администрацию. Поскольку дом состоит в ТСЖ-поселок, то администрация перенаправила обращение жителей председателю ТСЖ с просьбой принять меры. Однако ситуация не изменилась. Когда мы сообщили об этом прокурору, он пообещал отреагировать незамедлительно. Сегодня же организую проверку по данному факту. Пока мне данная ситуация неизвестна, но до сведения прокуратуры такая проблема не доводилась. Проверка будет проведена в кратчайшие сроки. Мы вас обязательно уведомим о ее результатах и точно так же жители этого дома. Мы будем следить за развитием событий. Лучших учителей и воспитателей чествовали в Выборгском районе. В парадном зале гимназии состоялась церемония награждения призеров и победителей районных конкурсов педагогического мастерства. Всего в течение года в них принимали участие 36 педагогов из 29 образовательных учреждений. Педагоги с большой буквы. Для них работа не просто трудовые будни. Учить, воспитывать, сеять разумное, доброе, вечное – это призвание. В этом году 36 выборгских учителей и воспитателей стали участниками конкурсов педагогического мастерства. Первыми чествовали победители предметных олимпиад. Отличные знания по русскому и английскому языкам, математике и химии, истории и биологии продемонстрировали учителя гимназии номер 11 и школу номер 14 Выборга, Приморской школы, а также школ поселков Вещевое возрождение. На церемонии подвели итоги конкурса «Воспитатель года». За право носить высокое звание боролись 8 педагогов дошкольного образования. Они прошли несколько непростых этапов, проводили мастер-классы и открытые занятия для коллег и родителей. Победу в этом конкурсе присудили воспитателю детского сада Каменогорска Снежане Румянцевой. Я, конечно, не ожидала, что я буду победителем, но я очень рада. Это для меня волнительно. Очень много эмоций. Я познакомилась с коллегами своими. Я переняла какой-то опыт для себя, который я буду использовать в своей работе. Не будем ни в коем случае останавливаться на достигнутом, только вперед. В конкурсе «Классный и самый классный» приняли участие 15 педагогов городских и сельских школ. В итоге среди классных руководителей начального звена победа досталась учителю гимназии номер 11 Юлии Пономаревой, средних и старших классов – учителю Карабицынской школы Натальи Базюковой. В школах и образовательных центрах Выборгского района работает много молодых учителей. Для них учрежден конкурс «Педагогические надежды». На победу претендовали семеро. Первое место занял учитель химии Выборгской гимназии Артемий Мананников. В конкурсе «Учитель года» приняли участие 7 лучших педагогов Выборгского района. Они читали лекции директорам школ, проводили уроки в незнакомой аудитории и импровизировали на занятии «Замени заболевшего учителя». В итоге победу в конкурсе в этом году одержала учитель начальных классов и географии школы номер 7 Наталья Бирюкова. Интрига сохранялась до самого последнего конкурса, потому что участники все очень сильные, замечательные педагоги. И, конечно, кто победит в этом конкурсе, наверное, не знали до последней минуты все. Я почувствовала облегчение, потому что поняла, что не подвела свою школу. Я почувствовала и ощутила радость, потому что не зря старалась, не зря ночи не спала и переживала. И чувство удовлетворения я тоже получила. Активный участник в организации конкурсов педагогического мастерства Лыборский филиал РГПУ имени Герцена учредил собственный приз инновации в школе. Директор филиала Наталья Костикова вручила его учителю истории Каменогорского центра образования Елене Табачук. Всех педагогов, призеров и лауреатов горячо поздравили ученики, руководители местной власти, комитета образования и родительской общественности. Мне, в том числе как отцу, хочется, чтобы дети учились у этих педагогов. И я уверен, что максимально то, что можно дать знаний, они дадут, дети получат и будут им этими знаниями пользоваться. И поэтому хочется им, конечно, пожелать творческих побед, пожелать им учеников, которые смогут впитать все нужное и хорошее, и потом это отдать, вырастив своим детям, может кто-то станет педагогом. Ну, естественно, здоровье и счастье семьям педагогов, это очень важно, кто тебя ждет дома, как тебя поддерживают. Всего самого наилучшего, добра, тепла и света. Победителям конкурсов «Воспитатель» и «Учитель года» в следующем году вновь предстоит включиться в борьбу. Они представят Выборгский район на уровне региона. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Из-за участившихся нештатных ситуаций в многоквартирных жилых домах, связанных с использованием газа в быту, сотрудники предприятия «Выборг Межрайгаз» активизировали проверки в жилых помещениях. Они направлены на бесперебойное газоснабжение и безаварийную эксплуатацию газового оборудования. Нередко в ходе поквартирного обхода выявляются нарушения, которые могут привести к плачевным последствиям. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это несанкционированные вмешательства в газовое оборудование, либо в сети, находящиеся внутри квартиры. Категорически запрещается переустановка оборудования, самостоятельный ремонт. И второе, это отсутствие доступа к внутриквартирным сетям. Люди зашивают газопроводы, не имеется возможности проверить их на предмет утечек, обслуживания. Это категорически запрещено, это существенное нарушение. В случае обнаружения утечки голубого топлива, работы по ее локализации и устранению проводятся незамедлительно. В ходе проверок специалисты также информируют выборжцев о том, как правильно обращаться с газом в быту. Перед пользованием газовыми приборами необходимо обеспечивать проветриваемость помещения. Второе, если в процессе работы газового оборудования прекратилась подача газа, необходимо срочно перекрыть краны на газовом оборудовании. Если вы почувствовали запах газа в помещении, первое, что необходимо сделать, перекрыть краны на газовом оборудовании. Значит, ни в коем случае не пользуйтесь открытым огнем, не включать электроосвещение, не включать и выключать электрические приборы, обеспечить обязательно проветривание помещения. Ну и, конечно, вызвать аварийно-спасательную службу по телефону 04 или по мобильному 104. Кроме того, отмечают специалисты, самостоятельно производить ремонт и переустановку газового оборудования категорически запрещено. У сознательных выборщцев сомнений в их рекомендациях и необходимости проведения проверок не возникает. Важны такие проверки. У нас проводятся ежегодные проверки. Мы спокойны. Печальная новость. Ушел из жизни Петр Давидович Гройзман. Ему было 85 лет. Основатель и бессменный руководитель Выборгского общества защиты прав потребителей, большую часть жизни Петр Давидович посвятил защите интересов людей. Приносим соболезнования родным и близким. Прощание с Петром Гройзманом состоится в пятницу 23 декабря в 11.30 у Дворца культуры. Начался новый этап развития Выборгской библиотеки «Алта». 16 декабря в учреждение введен электронный читательский билет. Его получение позволит читателям самостоятельно регистрировать взятые на дом книги в киоске самообслуживания. Билет представляет собой пластиковую карту. Она выпущена в двух вариантах для взрослых и детей. Читателям карту будут выдавать взамен бумажного билета. Очень важно, чтобы был с собой паспорт, потому что будет заключаться договор на библиотечное обслуживание. Особенно хочу обратить внимание родителей. Для того, чтобы мы могли перерегистрировать наших юных читателей, либо записать их вновь, в обязательном порядке нужно присутствие родителя, законного представителя, который подтверждается документально. Нужно будет заключить также договор на библиотечное обслуживание. Мы научим, как пользоваться киосками самообслуживания. Библиотекарь будет всегда рядом для того, чтобы читателям нашим было хорошо и уютно. Внедрение системы электронного учета книг идет по всей России. Сегодня ее используют более 200 библиотек. По словам сотрудников учреждений, это позволяет ускорить процесс приема и выдачи книг, а также перейти на автоматизированный учет библиотечных фондов. Как отметила Елена Рогозина, к сокращению штата нововведение не приведет. Коллектив, кроме того, что выдает билеты и выдает книги, занимается еще колоссальнейшим количеством работы. Вы сами знаете, что у нас очень много проводится мероприятий. Каждое мероприятие занимает огромнейшее количество времени для подготовки. Поэтому у нас просто будет еще чуть больше времени для индивидуальной работы с каждым читателем и для подготовки интересных мероприятий. Перевести всех читателей на электронные билеты в учреждения рассчитывают в течение примерно полугода. В случае их утери об этом необходимо будет сообщить в библиотеку. Тогда книговыдачу заблокируют до выдачи новой карты. Приграничная резиденция Деда Мороза из Великого Устьяга отныне находится в Выборге. Главный новогодний волшебник страны посетил наш город вместе со своей внучкой Снегурочкой. Здесь его с нетерпением ждали дети, взрослые и наша съемочная группа. Каждую зиму накануне Нового года российский Дед Мороз совершает большое путешествие по городам нашей страны. Проверяет, готовы ли их жители к встрече одного из главных праздников. Зажигает огни на елках, исполняет желание. Визит в Выборгу начал с посещения восьмой школы. Ученики ждали его и внучку Снегурочку во дворе, устроив танцевальный флешмоб. Встреча продолжилась в стенах школы. И здесь для желанных гостей также был подготовлен сюрприз. Дети окружили Деда Мороза и долго не хотели отпускать. Но пришлось, ведь новогоднего волшебника ждут повсюду. В актовом зале школы собрались ребята в ярких костюмах. Они подготовили к этому дню танцы, песни и стихи. Каждый старался продемонстрировать что-то особенное. Ведь шанс пообщаться с главным Дедом Морозом страны выпадает нечасто. Тем временем к встрече с ним готовились вересковые усадьбы. Среди юных гостей были и выборжцы с ограниченными возможностями здоровья. Они собирались рассказать новогоднему волшебнику о своем самом заветном желании. Я жду, как все люди, как все семьи, как все дети, какого-то чуда. И надеюсь, что наши желания сбудутся. Каждый год загадываем и маленькими шажками. Но идем к нашей мечте. Не успели дети и их родители артисты вереска позвать Деда Мороза, как он тут же появился вместе со Снегурочкой. Гости зажгли огни на новогодней елке, после чего устроили для всех собравшихся танцевальный мастер-класс. Танцы, песни, забавы продолжались с вересковой усадьбе до наступления темноты. А потом Дед Мороз щедро одарил детей гостинцами. Впрочем, и сам он без подарка не остался. Дядюшка Вереск объявил, что с этого дня его усадьба является официальной приграничной резиденцией Деда Мороза. Подарки меня всегда радуют, а нынче такой подарок сделал мне Вереск, дед, братец мой. Ну что ж, я считаю, что круглый год все равно хозяин он здесь. Пусть властвует, а к Новому году я как-нибудь да и загляну к нему. Предновогодняя пора – горячее время у Деда Мороза и его внучки. После Выборга им предстоит посетить Тольятти, Кострому, Волокду, Петербург, Москву. Сам праздник Дед Мороз встретит в своей вочине в Великом Устюге, куда пригласил в гости всех желающих. А их всегда очень много, причем не только среди детей, но и среди взрослых. Он такой величественный, он такой большой, красивый, настоящий. Я никогда не видела такого Деда Мороза. После такой встречи не хочется взять, написать письмо и загадать желание. А мы каждый год в МИ пишем письма, загадываем желание, кладем их в морозилку, а Дед Мороз настоящий, их забирает. Желание сбывается, обязательно сбывается. Новогодний подарок для мохнатых и хвостатых. Участницы конкурса «Мисс Зимняя краса-2017» выступили с благотворительной акцией. Они посетили собачий приют в поселке Селезнево. Привезли корма, игрушки и подстилки, которые собрали волонтеры Дома молодежи Выборгского района. Девушки навели порядок в вольерах, поиграли с животными. Им очень нужна любовь, забота. У них нет дома, как у нас. Они не могут прийти домой к своему хозяину, чтобы он их обнял, приласкал. Это же нетрудно, просто приехать. Если у вас нет возможности взять питомца домой, можно приехать сюда и просто потискаться с ними, поиграться, подарить им свою любовь. Как рассказали участницы конкурса, эта акция не является разовой. Волонтеры регулярно оказывают посильную помощь кошачьим и собачьим приютам. И меньшие братья за это им благодарны. Кстати, оказать внимание животным может каждый из нас. Мы призываем вас творить добро! Чудо Рождества пришло в Выборгский замок. Накануне одного из главных праздников в году сотрудники музея-заповедника приступили к реализации совместного проекта с известными петербургскими художниками. В результате средневековую крепость населили необычные существа. С ними познакомились юные выборжцы и наша съемочная группа. Открытие выставки «Чудо Рождества» проходило без торжественных речей, под детский смех. Ведь самым маленьким посетителем Выборгского замка прежде всего будет интересная экспозиция и новогодняя игровая программа. По замыслу организаторов, жуткий паук захватил в плен красавицу елку. Чтобы спасти ее из лап чудища, замковый кот Филимон позвал на помощь ребят, а также своих друзей – белых птиц счастья и петербургских хермитов. Это герои сказки – маленькие человечки, которых считают своеобразными домовыми северной столицы. Детально рассмотреть эрмитов можно на иллюстрациях из книги. Их авторы – супруги Дмитрий Непомнящий и Ольга Попугаева – признаются, что работа над этой сказкой доставила им большое удовольствие. Здесь нам была предоставлена абсолютная свобода, творческая. Мы с огромным удовольствием впадали в детство, работая над ней. И работая над этой книжкой, я подошла к тому, что мне захотелось создать их трехмерными. Я сделала кукол, которые изображают главных персонажей. Куклы, которых Ольга смастерила из пластика, тканей и даже из шелковых галстуков, представлены в экспозиции в большом количестве. Так посетители могут еще лучше познакомиться с эрмитами, детально рассмотреть их лица и предметы гардероба. Экспозицию удачно дополняет фотографии петербургских авторов, на которых маленькая девочка предстает в роли эрмитессы. Она ухаживает за котами, обитающими в Эрмитаже, придет из их шерсти пряжу и вяжет шарфы, защищающие владельцев от всего плохого. Сказочную тему продолжает картина известного петербургского художника, работающего под псевдонимом Валериус. Его живописные полотна искусствоведы относят к направлению этно-инфанс. Этнические мотивы в них удачно переплетаются со сказочными образами. Начиналось с того, что я писал на каждой картине с обратной стороны сказку, чтобы своим детям объяснить, чем занят папа. Потом это вошло в привычку и я продолжаю этим заниматься. Хорошо сказано, что художник иногда пишет всю жизнь одну картину. Часто это автопортрет. То есть где-то это я, где-то маленький принц, где-то кот Филимон или мой кот, который жил у меня там 18 лет. Это, наверное, Петербург, это мои сны, птицы, которые мечта, которая у меня пригрелась около сердца. По словам Валериуса, раз все мы родом из детства, то и его работы будут близки и понятны и малышам, и взрослым. Впрочем, как и вся выставка «Чудо Рождества». Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Новогодняя ярмарка откроется в Выборге 23 декабря. Она будет работать на рыночной площади до 30 декабря с 12 до 19 часов. Участниками традиционно станут представители малого и среднего бизнеса Выборгского района и других районов Ленинградской области. В ярмарочном городке будут представлены мясные и колбасные изделия, молочная и рыбная продукция, хлеб и выпечка, сувениры и изделия ручной работы. Организаторы подготовили насыщенную культурную программу. В день открытия 23 декабря в 14 часов на площади у новогодней елки пройдет детский праздник «Письмо волшебнику». В субботу в 14 часов подведут итоги конкурса «Украсим елку вместе». В воскресенье в полдень состоится презентация конкурса «Мисс Зимняя краса» с участием финалисток и силовое шоу воспитанников спортивных клубов. Ежедневно на площади будет работать почта Деда Мороза, мини-зоопарк и интерактивная выставка работ выборгского художника Алексея Тверитина «Выборг. Назад в будущее». 40 миллионов рублей потратит Ленинградская область на борьбу с борщевиком. От сорняка в следующем году планируется освобождать земли в 69 сельских поселениях. В текущем году от вредного растения удалось избавить более тысячи гектаров земли, которые были возвращены в севооборот. Аграрными предприятиями обработано 5000 гектаров земли. В ближайшие годы эти территории также будут возвращены в сельскохозяйственный оборот. Официальный курс валют на 23 декабря, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 63,56 рубля, доллар 60,86 рубля. Церемония открытия начнется в 17 часов в пятницу. Болельщиков приглашают поддержать выборгских боксеров. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин